Проанализировав всю совокупность событий, имевших место быть в годы тяжелых испытаний Великой Отечественной войны, партия и правительство СССР сделало ряд выводов о необходимости создания специального подразделения для ведения боевых действий на водном и подводном театре войны. Приказываю в кратчайшие сроки обеспечить начало специальных исследований, разработок и подготовки личного состава. Генеральный комиссар государственной безопасности НКВД, НКГБ, СССР, Берия-ЛП Распоряжение за номером 13-2 литера 7.2 начальнику органов оперативного руководства и боевой подготовки военно-морских сил Елисееву ИД 12 сентября 1947 год В это время года даже раннее утро в Махачкале было жарким. Солнце, поднимающееся из-за горизонта расплавленной полосой над Каспийским морем, начинало припекать, но через несколько минут уже сжарило вовсю. В это время можно было даже увидеть границу между жаром и прохладой от моря, которую сдували с поверхности безжалостные солнечные ветра. Сергей Евлампев брел по узкой улице, мощеный камнем. Он шел вперед, но сам не понимал, куда идет и куда ему идти. Просто переставлял ноги. Облокачивался о стену высокого бетонного дома, спускающейся вниз аллеи, образованной близко расположенными строениями, выстроенными под наклонами. Еще сотни метров и откроется площадь с небольшим рынком, край которого выходит на каменную набережную Родопского бульвара. Опрятные зеленые платаны, цветочные клумбы и синего моря не интересовали Сергея. Его сейчас не интересовало вообще ничего. С полуночи до 4 утра он пил самогон, рюмку за рюмкой, в комнатке общежития, расположенного на небольшом пятаке за памятником Расулу Гамзатову. И сейчас он был пьян, а нарастающая дохода только усиливала тяжесть в голове и под сердцем. Он опирался рукой о стену, но локоть подогнулся и он уперся плечом, стал медленно оседать. Ох, мамочки, как же тяжело. Что же мы наделали? Глаза помутнили, по лицу крупными каплями стекал холодный пот. Рубашка напотела и прилипла к спине и животу. Из последних сил, пожалуй, мужчина расстегнул ворот. Отдаленно и приглушенно он услышал голос. Уважаемый, вам плохо? Неимоверным усилием он поднял взгляд и увидел молодых парня и девушку. Они были дагестанцами, выдавала внешность. Парень был одет в светлую рубашку и брюки, а девушка в скромное платье в гороши. Парень наклонился над Сергеем и потормошил его за плечо. Вам плохо? Девушка подошла ближе. Ну, конечно, ему плохо, Мурат. Ты сам не видишь? Я побуду с ним, а ты беги в дежурную аптеку. У них там должен быть телефон. Парень кивнул головой и быстро побежал по дороге вверх. А девушка осталась. Она присела на корточке, оправив платье. Сейчас мой жених приведет помощь. Не переживайте. Вы здесь живете неподалеку, да? Сергей кивнул. Слова он понимал смутно. Слышал их отдаленно. Но что эта пара была женихом и невестой, услышал. Это как-то запечатлелось в разуме его. Он не хотел казаться убогим, беспомощным. Но, по всей видимости, сердце дало сбой. И дело было не выпитым. Пил он в эту ночь только лишь для того. Для того, чтобы немного забыться. То, что он узнал, не укладывалось в его голове. Собравшись с силами, он едва слышно прерывисто зашептал. Яс так дизеля. Вам жить. Господи. Там убивают. Там, там дельфины. Девушка чуть не заплакала от пронзившей ее жалости. Она чувствовала, что от страдающего мужчины пахнет самогонным спиртом. Но в его глазах она видела страдание. Честность, стремление к чему-то недосягаемому. Ей было жалко его. Она едва слышно шептала мусульманскую молитву. И просила Бога, чтобы ее парень прибежал поскорее. Сергей сделал глубокий вдох. Ойкнул и судорожно прижал ладонь к груди. Он захрипел. Там, там. Он показывал в сторону набережной и моря. Но больше не смог ничего произнести. Он всклипнул и испустил дух. Через 15 минут Мурат приобнимал свою невесту на набережной. У самого моря. А умершим мужчиной занялись работники скорой помощи. Фадима, не надо плакать. Это жизнь и смерть. Все естественно и как должно быть. Ты испугалась, моя невеста? Я рядом. Я всегда буду рядом. Пожалуйста, не плачь. Молодой парень гладил девушку по волосам. Пытался успокоить. Он что-то сказал? Откуда он? Патиму немного потряхивала. Это была первая смерть, которая произошла на ее глазах. И так страшно, нелегко. Ей всегда казалось, что человек уходит просто и естественно. Не страдая. Она все еще верила в детские сказки, предания и в непредалимую силу доброты. Сейчас эта уверенность рушилась в тонком осознании действительности для молодой девушки. Мурат родной мой. Он, наверное, работал на Дагдизеле. Говорил о чем-то непонятном. Сказал, что там убивают дельфинов. Мурат едва не усмехнулся, но подавил это желание и повернул голову к морю. Вгляделся в горизонт, где вдали можно было различить корпус завода Дагдизеля, возведенного прямо посреди воды на длинных сваях, удерживающих тысячетонные бетонные платформы. Дорогая, на Дагдизеле работают разные люди. Наверное, со всего СССР. Там же еще с войны делали торпеды, что-то ремонтировали. Там ничего опасного нет и быть не может. Помнишь моего дядю Хасана? Девушка кивнула и вытерла слезинку ладонью. Ну так он тоже там работал до 52-го года, потом ушел на пенсию. Он ничего страшного никогда не рассказывал. Ну а дельфины? Их же в нашем море нет, сама знаешь. А сетр есть, кефаль есть, даже морские тюлени встречаются, гигантские осьминоги, динозавры и те есть, я сам видел. Подводные мамонты тоже встречаются. Парень издал протяжный звук, вытянув губы трубочкой. И девушка наконец-то улыбнулась. Парень улыбнулся в ответ и повел ее по набережной в сторону нужного им места. Махачкала, Касписк, 1979 год. Олег сидел за пультом управления лебедки и смотрел за медленно спускающимся тросом. На крюке висела полусферическая емкость, заполненная водой. Из-за непрозрачного края лилась вода, сильно брызгались всплески. Казалось, что внутри опускаемой чаши что-то мечется и пытается освободиться. Сверху полусфера была укрытой решеткой со смонтированными такелажными крюками. Все шло по плану, но лебедка работала невероятно медленно. Господи, да давай ты уже скорее. Это последнее? Второй парень, специалист по их теологии, одетый в белый халат, с беспокойством смотрел на чашу. Да, это марак и бала, самец и самка. Они показали лучший результат. К сожалению, их потомство не сумели сохранить. Последний опыт с детенышами не увенчался успехом. И виной всему стала халатность со стороны технических специалистов, подготавливающих среду для подобных млекопитающих. Дело в том, что для комфортного пребывания им необходима соленость воды не менее 18 промилле. Вода Каспи демонстрирует колебания от 12 до 12,9 промилле, что явно недостаточно. Поэтому для комфортной жизни подопытных подготавливался специальный препарат воды. Многие тонны препарата, который после заливался в вольеры. В этот раз произошла трагическая ошибка. Препарат не был приготовлен в должном объеме и концентрации. Чуть соленоватая вода вызвала образование язв на 70% тела и повреждение симпатической нервной системы. Неокрепшие детеныши погибли. Виновные были наказаны, а препарат стали проверять дважды. Сначала после изготовления, а потом после заполнения вольеров. Сами вольеры представляли собой стеклянные кубические призмы по 40 кубических метров, заглубленные прямо в море. Сам объект насчитывал три поверхности призмы. Они находились непосредственно в море и имели специальную систему защиты, для исключения бегса в открытые воды Каспийского моря. Кроме того, были спроектированы и смонтированы два подводных вольера таким же объемом. Подводные вольеры были погружены на глубину в 30 и 40 метров. Соответственно, тот, который располагался выше, соединялся с одной из поверхностных призм. Но ниже вольеров дополнительно располагался специальный тренировочный полигон, также ограниченный стеклянными гранями призмы, но уже прямоугольной формы с длиной до километра и шириной до 50 метров. На изготовление панели и последующий монтаж ушло почти полтора года, но сейчас специальный исследовательский тренировочный полигон функционировал как часы. Когда чаша будет опущена в воду, остановись, пожалуйста, Олег. Не забудь. Олег изменил скорость опускания. Не учи ученого, твои дрессировщики-то готовы. Ихтеолог взял рацию, нажал на кнопку связи. «Эй, готовьтесь принять подопытных, будьте на чеку. Они под транквилизаторами, но сохранили подвижность». Из эфира прозвучало отдаленное «Так точно». Олег обернулся в полоборота, но спуск не прекратил. До необходимой отметки оставалось не более трех метров. Это они прямо из-под воды на рации? Ихтеолог усмехнулся и кивнул головой. «Точно, рация прямо в аквакостюмах. Военные расстарались». «Флотские, а не военные». Ихтеолог не понял, о чем говорит Олег, но все равно отстраненно, но согласно кивнул. «Все, точка выгрузки, останавливай лебедку». Олег быстро застопорил барабан и проверил механизм на глаз. Остановлено. Ихтеолог дал команду подводным специалистам, и они гибкими силуэтами направились к чаше, а именно под нее, чтобы открыть шлюз и позволить подопытным просто слиться внутрь вольера. Из рации снова глухо донеслось. «Готовность номер один, открываем шлюз». Через 10 минут все было закончено. Специалисты удалились из призмы, а подопытные млекопитающие, чувствующие свободу после тесноты чаши для перемещения, несмотря на транквилизаторы, стали резвиться в пространстве вольера. Плавали вместе и врозь, выпрыгивали из воды и старались уйти на глубину, останавливаясь за несколько сантиметров до стеклянных прозрачных стен. Они чувствовали их. Над вольером стоял щелкающий и посвистывающий шум. Олег и ихтеолог стояли у лебедки, за ограничительным бордюром, и смотрели вниз. Олег молчал, а ихтеолог не мог скрыть восторга. «Какие красавцы! Им по 12 лет, смотри, как они играют! Какие жизненные силы, мощь и красота! Жалко, что потомство не удалось сохранить. Второе поколение должно было быть еще сильнее, выносливее, послушнее и умнее, но прям чистый, ничем не испорченный разум». Олег буркнул в поднос. Две кильки в стеклянной банке. В вольере немного вяло, но все равно быстро и активно развилось еще два дельфина, самец и его самка. Она проплывала рядом с ним, под ним послушно переворачивалась брюком вверх и пыталась коснуться вытянутым носом хвостового плавника своего самца. Парные, коллективные животные, втянутые в водоворот событий, продуманные и организованные человеческим разумом. «Директива по секретному подводно-испытательному полигону Каспийск-1 номер 7Б12. Необходимо озаботиться секретностью всего предприятия научно-исследовательских и опытных мощностей, усилить наблюдение и патрулирование подводного сектора под бетонными сооружениями цеха «Докдизель», обеспечить и проводить на регулярной основе противодиверсионные мероприятия. Кроме того, установить и запустить сонарное оборудование для исследования подводных ландшафтов 1979 год». Акустик и его второй ассистент сидели в тесной комнатке в одном из надводных помещений «Докдизеля». В комнате постоянно работал крупный вентилятор, но монотонное жужжание тонких металлических лопастей не могло заглушить гул приборов. Проверь еще раз квадранты 1, 5 и 4. Прибор наведен? Ассистент снял одну сторону парных наушников. «Да, полное покрытие. Сейчас сделаю усиление. Ничего не могу понять. Под испытательным полигоном какая-то кавитация». Главный акустик оторвался от осциллографа. «Кавитация? Под нижней призмой? Странно, вроде сегодня зверей не выпускали, могли фиксироваться их движения. Может, рыбный косяк?» «Нет, не похоже. Послушайте сами. Главный акустик взял свои наушники, одел и плотно прижал динамики, окруженные плотным полимером к ушным раковинам. При этом он смотрел на осциллограф и немало удивился, когда подрагивающая линия на экране устремился вверх под какафонию шумов в наушниках. «Очень интересно. Зафиксируйте время. Будем считать это точкой начала. Наблюдайте». Сам же главный акустик притянул к себе стационарный телефон внутренней связи. Дозвонился практически сразу. «Центральное, алло!» говорит старший специалист гидроакустической разведки Поливанов. Специалист подробно изложил суть своих беспокойств старшему по испытательному полигону Каспийск-1. Кстати, негласно старшего все называли директором. За глаза. А иногда и прямо. «Да, Андрей Романович, сильная кавитация. Понимаете, это не в воде. Я подозреваю, что источник шума находится под донными грунтами. Глубину точно сказать не могу, но колеблется от 50 до 100 метров под дном. Я подозреваю, что активность может быть предвестником землетрясения. Понимаете?» Директор все понял правильно. Несмотря на ночное время, весь полигон ожил. Осветился огнями. Люди готовились к возможному проявлению стихии. Подопытных дельфинов перевели в карантинные вольеры, загубленные в воде. Их установили сравнительно недавно и использовали для отстоя больных особей и молодняка. На глубине землетрясения не грозило дельфинам ничем. Сами же вольеры были изготовлены из бронированного стекла, выдерживающего удар не то что пули, а целого бронепоезда. Через час директор также сидел в своем кабинете и выслушивал доклад по селекторной связи. «Так, что у их теологов?» Директор нажал кнопку и был готов слушать ответ. Дельфины переведены в карантинные вольеры. Шесть особей, испытательных и четыре на подготовке. Отделили молодняк. Оставили в общей заглубленной призме. Животные проявляют беспокойство. Некоторые демонстрируют нарушение эхоакустических способностей. Сбиваются в плотную стаю. Наблюдаем. Директор снова нажал кнопку на коммутаторе. «Инженерная служба. Что у вас?» Докладывает старшие группы технической поддержки и инженерной службы. Помещения проверены на 80%. Системы функционируют исправно. Подразделение находится в секторах, согласно расписанию. Нарушена связь с материком. В данный момент устраняем. Директор, немолодой, уже партийный мужчина, расстегнул рубашку, обнажая волосатую грудь. Даже ночь не давала чувства прохлады в эти сутки. Именно в эти сутки, когда планировалось первое боевое испытание дельфинов с имитацией устранения диверсантов и подводного минирования. «Сколько времени нужно на устранение? Работайте! Следите, чтобы внутренняя связь не оборвалась!» Директор прекратил слушать доклад инженеров и сразу же нажал на две кнопки связи. «Так, докладывайте по очереди. Что у метеорологов?» В ответ из динамика раздался женский голос. «Погодные условия в пределах нормы. Признаков шторма, ураганных ветров или иных изменений не наблюдается. Ясно. Акустики, теперь вы!» Докладывал главный акустик. Усиление кавитации добавились цикличные удары и звуковые артефакты. Знаете, такое может наблюдаться, если прослушивать работающую дрель. Но только в нашем случае дрель имеет размеры, как минимум со станцию метрополитена. По-вашему, что это может быть? Акустик откашлялся. «Если бы это не было абсурдом, то я мог бы предположить, что под дном Каспийского моря проводятся туннельные работы или прокладка сухого канала». Директор сказал. «Наблюдайте дальше». И отключил селектор. Ситуация непростая. Кто его знает? Чем это все грозит? Интересная догадка пронзила разум директора. Он снова нажал на кнопку селектора. «Акустический контроль? Слушай, Борисыч, они могут ваши датчики барахлить. У вас сонар один надводный и четыре подводных датчика. Данные одинаковые с верхних и нижних». Акустик отхлебнул чай. Это было слышно в динамик. А затем выдох носом от горячего. Это, если даже сказать мягко, взбесило директора. Ответ взбесил его еще больше. «Надводный сонар не демонстрирует кавитации или иных отклонений. Только подводные. Но у надводного другие задачи». Последнее объяснение директор слушать не захотел. Он резко вырубил связь с акустиками и снова добился связи с охраной. «Охрана, поднимайте службу подводного патрулирования. Трех человек будет достаточно. Обследуйте датчики, обратите внимание на кабеля. Людей направьте к акустикам перед погружением. Пусть дадут консультацию подробно. Скажете, я приказал. Если будет нужно, берите акустика с собой в воду. Ясно? Так точно». Директор сидел и матерился на акустическую службу. «Козлы, у них датчики не работают. А они мне про подводные туннели». Через час группа из четырех человек, одетая в индивидуальные дыхательные аппараты, стояла на сходнях нижнего причала у приемного терминала. Три моряка из подразделений ПДСС, подводных диверсионных сил и средств, и, как ни странно, ассистент главного акустика. Повезло, так повезло, а ведь до конца смены оставалось всего шесть часов. Все готовились к погружению. Моряки вели себя умело и опытно, главное спокойно. Чернявый малый с золотыми зубами помогал акустику одеть в сферу и привести в рабочее положение систему подачи воздуха. «Что, гидроплан никогда не погружался? Потряхивает?» Молодой ассистент вымученно улыбнулся. «Есть такое. Я думал, мне это никогда не пригодится». Чернявый усмехнулся. «Знаешь, все в жизни может пригодиться. У меня брат-подводник, у них лодку долбанули в Тихом океане. Так, часть выжившего экипажа в таких же костюмах через кормовые торпедные аппараты вышла. Командир группы слушал в пол уха и подготавливал свой аппарат. «Отставить разговорчики. Выходим через пять минут. По готовности еще раз проверьте аппараты». Старшина второй статьи Азатян. «Проверить аппарат акустика». Азатян – чернявый золотозубый боец, общающийся с акустиком, согласно кивнул и ответил по уставу. «Есть проверить аппарат акустика». Добавил чуть слышно, подмигнув ассистенту. «Держись меня». Четвертый моряк – здоровенный, молчаливый детина осмотрел свой аппарат. Систему управления подачей воздуха присел, а затем проверил контровку АПС – автомата подводной стрельбы. Автомат был новый, можно сказать только что с конструкторского бюро и завода. Автомат был легким и удобным, стрелял иглами-дротиками, которые под водой были способны угробить любую цель. При погружении автомат контровался на специальный кронштейн, специально смонтированный вдыхательный аппарат. Специализированная разработка и исполнение. После погружения автомат расконтровывался и был готов к бою. Здоровиком был старший матрос Пудовкин, а Затян тоже был вооружен АПС. Командир был вооружен пистолетом с тем же принципом работы, что и у подводного автомата. Датчики были выведены на удаление от подводной инфраструктуры базы «Каспийск-1» на различное удаление. Первый проходил под стеклянной прямоугольной призмой самого нижнего боевого полигона, второй выводился строго горизонтально практически у самой поверхности. Сам датчик. Поддерживался надводным буем, третий устремлялся ко дну, а четвертый обладал управляемым сервоприводом и использовался для усиления получаемого сигнала от трех остальных. Главный акустик и его ассистент на предварительном брифинге с моряками недоумевали, пытались объяснить, что задачи у надводных и подводных датчиков разные. Подводные работают точечно, а надводные испускают круговую волну и улавливают ее отражение. Но все зря. Командир подразделения ПДСС внимательно слушал, а потом изрек. «Будем погружаться. Думайте, кто из вас пойдет с нами. Мы по вашим датчикам не спецы. Все, что связано с погружением, обеспечим». Главный акустик посмотрел на ассистента. Потом к его взгляду присоединились и взоры моряков. Так было решено, что под воду пойдет именно ассистент. К тому же он обладал определенными техническими навыками. И вот они приступили к работе. Мичман и старшина Азатян наблюдали за происходящим, обменивались одним им понятными знаками. Командир был неподалеку, а ассистент проверял датчики. Первые два были исправны, на третьем были обнаружены следы коррозии, но в пределах нормы. Свет фонаря прекрасно освещал пространство перед акустиком, но все равно ему было не по себе. Громадное открытое пространство, монументальные подводные помещения и бетонные сваи, уходящие ко дну. Все это вселяло в душу специалиста мысли о своем ничтожестве. Ему казалось, что он уязвим. Подвержен громадной опасности, которая должна обязательно случиться. Дышать стало тяжелее. По лбу потек пот. Пульс участился. Господи, да соберись ты. Он понял, что начинает паниковать, но осознание этого факта только добавило волнений. Он держался одной рукой за перекладину монтажной лестницы, которая использовалась для монтажа или замены сонарного датчика. Пальцы начали болеть от сильного сжатия, и именно чувство боли вывело акустика из нарастающего чувства паники. Он ослабил хватку и попытался дышать медленнее. Вот так, вот так, успокойся. Все хорошо, датчик исправен, ты в безопасности. Азотян подплыл сбоку, стараясь плыть так, чтобы акустик видел вспышку его фонаря. Если бы подплыл просто сзади, то для молодого ассистента это стало бы повторным стрессом. Парень повернулся к моряку и попытался улыбнуться. Лицо было отчетливо видно через стекло сферы. Азотян показал ему большой палец, а акустик сделал то же самое. Оставалось проверить последний датчик. Парень плыл, цепляясь за металлическую ферму соединительной конструкции. Плыть удавалось все лучше и лучше, но нужно было за что-то держаться. Это вон моряки. Народ тренированный, а ему было тяжеловато. Да и чего скрывать, богатырским здоровьем он не отличался. Сейчас при погружении, сумев кое-как побороть панику, он уже ощущал себя смелым парнем. А взять тех же моряков для акустика они были просто героями. Специальное донесение за номером 12.5. Проект «Боевые дельфины» зарекомендовал себя высокой результативностью при испытании первой пары в боевых условиях. Дельфины демонстрируют подчинение наработанной в ходе тренировок и учебных занятий программе. В настоящее время подразделение боевых дельфинов может выполнять боевую работу по заминированию конструкций и кораблей, вести противодиверсионный дозор, поражать живую силу противника. Проводятся перспективные исследования для тренировки дельфинов камикадзе. Азатян уверенно держался в воде, но мрачное чувство не покидало его. Это чувство возникало всякий раз, когда что-то должно пойти не так, не по той схеме, которая была намечена в начале. Чувство начиналось с бурчания в животе, внутри что-то крутило, потом тревога поднималась до груди и концентрировалась. В такие минуты Азатян указалось, что он чувствует свои кишки и легкие. Мичман на выходе начал чудить еще, а ведь были знакомы уже несколько лет. Перед погружением, точнее за полчаса до спуска в воду, Мичман достал пачку папирос и протянул ее морякам. Отдельно предложил Азатяну «На, Карен, покори!» Последнее со старой пачки осталось. Азатян взял сигарету, по ошибке сунул в рот фильтром наружу. Почувствовал горьковатое на языке, вынул. Почему последнее? Крайнее. Мичман ответил взмахом руки. Было в этом жесте что-то обреченное. Да и взгляд командира не понравился Азатяну. Глаза как будто посидели. На мгновение Азатяну показалось, что у Мичмана белесые ресницы. Нет, определенно сегодня что-то должно произойти. Что-то запредельное, то, что хорошо не кончится. И это произошло. Акустик перебирал руками под акелажным скобом. Фермом подводных конструкций и двигался к последнему сонарному датчику. Мичман и второй моряк следовали сзади. Оглядывали подводный горизонт и освещали все встроенными в дыхательные аппараты фонарями. Азатян немного задерживался. Барахлил клапан дыхательного потрубка, насыщавшего полусферу воздухом. В принципе, ничего опасного, да и скоро подъем. Азатян посмотрел вниз. Черная бездна, в которой тонул столб рассеянного света. Сейчас моряк не чувствовал того трепета, что было раньше при первых погружениях. Если бы не клапан и чувство тревоги, то все было бы нормально. Но, как только Азатян хотел направиться вслед удаляющейся группы, он ощутил легкое подрагивание, которое не заглушалось плотностью воды. Снизу вверх ударил столб синего света, осветив все вокруг. Моряк удивился, отчетливо увидев рукав своего аппарата и маленькую надпись «ССР». Удивление быстро прошло. Моряк от испуга дернулся вперед, выровнялся в пространстве и стал оглядываться по сторонам. Мичман и второй моряк Пудовкин замерли, смотрели вниз, пытаясь обнаружить источник света. Оружие держали на изготовку. Акустик медленно опускался в пучину, бездвижно и неумолимо. Азатян понял сразу. Акустик испугался и потерял сознание. Со дна вверх поднималось что-то громадное, размером никак не меньше футбольного поля. Вверх бил столб света. Азатяну начало становиться жарко, все жарче и жарче. Пытаясь спастись, он попробовал плыть наверх, но не смог. Его как будто захватила неведомая сила, сжала и не давала пошевелиться. Вниз полетел веер иголок. Это Мичман и Пудовкин открыли огонь. В ответ из синего гигантского столба света прочертилась тонкая линия и Мичман сгорел в считанные секунды. В воде остались только фрагменты дыхательного аппарата и почерневшие кости, идущие ко дну. Азатян видел все это в его голове, будто бегущей строкой пронеслось. Это была и правда последняя сигарета перед смертью. Моей смертью. Сверхсрочное секретное донесение Каспийск-Москва. Состоялся контакт с неизвестной нам и во всему мировому сообществу в парадигме всего исторического процесса цивилизаций. При выполнении технических подводных работ на базе Каспийск-1 «Дагдизель» с поверхности дна поднялся громадный корабль, приборы которого испускали световой сигнал в синем спектре. Через 12 минут, 42 секунды корабль вышел на связь, передавая радиосигнал на акустический осциллограф службы гидрозвуковой разведки. Корабль после подъема опустился на глубину 122 метра, где пребывает в стационарном положении. Ожидается повторный контакт с мыслящими существами. Довожу до вашего сведения текстовую интерпретацию сигнала. Мыслящие существа. Быстрые. Умные. Неприсущие данной местности. Вы пытаетесь нарушить баланс? Ответ с нашей стороны был отбит азбукой Морзея. Уточните вопрос. Назовите себя. Ответ был понят на неизвестном корабле. Мыслящие существа. Водная жизнеформа. Неприсущая данной местности. Вы пытаетесь нарушить баланс? Вы враждебны нам. После срочного брифинга было принято решение ответить фразой. Мы не несем вам зла. После этого корабль на сутки перестал вступать в контакт. Требуем технической поддержки специалистами. Кроме того, необходимо обеспечить патрулирование территории военными кораблями. В городах Дербент, Каспийск и Махачкала необходимо ввести режим чрезвычайного положения с запретом выхода гражданских лиц на пляжи. Кроме того, довожу до вашего сведения информацию о погибших при обнаружении и наблюдении за неизвестным объектом сотрудников базы Каспийск-1-горов. Павел Дмитриевич Мичман погиб при попытке вступить в бой. Азатян Карен Арамович, старшина второй статьи, погиб при невыясненных обстоятельствах. Пудовкин Никита Маркович, старший матрос, погиб при попытке вступить в бой. Мутаев Раис Фазилович, младший специалист гидроакустической разведки, погиб при невыясненных обстоятельствах. Ответная директива. Москва. КГБ срочно свернуть все опыты и работы по подготовке боевых дельфинов. Подготовить переброску готовых особей в акваторию Черного моря. Возобновить работы в кратчайшие сроки. Через два месяца запланировать и провести испытания дельфинов-диверсантов на кораблях потенциального противника страны НАТО. Турции. Что касается корабля неизвестной цивилизации. До прибытия технических специалистов проводить наблюдения. Не вступать в повторные контакты. Игнорировать. Нехарактерная для местной среды форма жизни. Разумеется, речь шла о дельфинах, которые никогда не водились в Каспийском море. Почему именно здесь было решено проводить секретные опыты по тренировке дельфинов-диверсантов и дельфинов-камикадзе? Все просто. Соображение секретности. Каспийское море можно было считать практически внутренним в СССР. А это во многом исключало возможность вторжения сил иностранной разведки. Тем не менее, важно было не это. Важно было то, что состоялся беспрецедентный контакт с инопланетной цивилизацией. Техногенной цивилизацией мыслящих существ. Неизвестно, когда они прибыли на Землю. Это обстоятельства представители инопланетян скрыли. Но было выяснено 4 существенных факта. Цивилизация обладает средствами перемещения как в воде, так и в атмосфере и космосе. Но сама среда планеты Земля вредна им. Слишком высокое содержание кислорода в атмосферном воздухе. Изначально представители цивилизации пребывали на собственной материнской планете. На 99% покрытой водами океана. При космическом перелете произошло крушение внутренних смещающих механизмов и систем. Корабль выбрал Землю как предположительно возможную планету для жизни. Раса может самовоспроизводиться и жить вне своей планеты на корабле. Ими досконально изучена флора и фауна Каспийского моря. Появление в акватории дельфинов и работа с ними вызвали первоначальную попытку контакта. Утверждается, что дельфины обладают псевдоподобными зачатками разума. Первоначальная попытка контакта планировалась именно с дельфинами, а не с представителями человечества. Мы добились обмена технологиями и знаниями, которые мы можем использовать в своих целях. 1999 год. Акватория Каспийского моря. Исследовательская база Каспий-1. Дагдизель. Три подопытных существа были помещены в стазис камеры, оснащенные системой жизнеобеспечения и контроля. Существа были опасны, даже несмотря на то, что они были подчинены воле человека. В помещении подготовки подопытных существ всегда находился вооруженный наряд. Трое моряков, вооруженных автоматическим оружием и мощным электрошокером. В случае чего рекомендовалось обездвижить существ, а не уничтожать. Но всего год назад одно из существ вырвалось из стазис камеры, и тогда не помогли ни оружие, ни шокеры. Случилась форменная жуть, окончившаяся трупами и гибелью подопытного экземпляра. После этого пришлось принять существенные меры предосторожности. Всем трем существам в голову были вшиты специальные устройства, которые работали дистанционно и в случае неповиновения испускали мощный вибрирующий заряд в соответствующую область мозга. Пожилой ученый ходил вдоль стены с монтированными стазис камерами, проверял жизненные показатели и записывал их в своем блокноте. За спиной появился контр-адмирал. Ну и монстров вы создали, господа ученые, как их боевые навыки. Ученый закрыл блокнот. Доведены практически до идеала. Подводная скорость при движении до 140 метров в минуту. Способность перемещать оружие и специальные средства весом до 300 килограмм. Пытаемся придерживаться баланса между интеллектом и агрессивностью, но пришлось сделать упор в сторону подчинения. Поэтому существо не обладает высоким разумом, способное выполнять примитивные команды. Контр-адмирал подошел ближе к стеклу, присмотрелся. Твари были великолепны. Двух с половиной метровые великаны, покрытые синей плакойной чешуей, зубастые пасти, как у акул, только меньше размером. Длинные конечности, сформированные двумя плавниками, из которых торчали вытянутые костистые пальцы, по три на каждой конечности. Вытянутый корпус оканчивался спаренным плавником. Для устойчивости в вертикальном стадис камере существа удерживались с помощью ремней и фиксаторов. Что значит примитивные команды? Вы же говорили. Ученый повернулся к контр-адмиралу. Поймите, мы не можем моделировать их когнитивные функции. Изменениям на генном уровне подверглись не только их тела, но также и мозг, точнее области, отвечающие за восприятие действительности и анализ. Не забывайте, товарищ контр-адмирал, они люди, они рожденные в завершенной форме существа. Мы называем их ихтиосапиенс. Вы понимаете, контр-адмирал поморчился, услышав это. Он вспомнил, как лично отбирал людей, лучших моряков с флотилии, чтобы подвергнуть их опытам и вырастить вот этих самых существ в стадис-камерах. Господин ученый, я советую вам поскорее забыть о том, что они люди. По согласованию с командованием было принято решение присвоить каждой единице соответствующий номер и считать их боевыми биологическими модулями. Советую впредь придерживаться подобных терминов. Ученый усмехнулся. Вы ведь все еще пытаетесь сохранить свою совесть в чистоте, господин контр-адмирал. То, что мы сделали, нам вряд ли простят на том свете, как считаете? Я не верю в загробную жизнь. Контр-адмирал смотрел на гибридное существо, которое внезапно открыло глаза. Грудь существа медленно вздымалась, боковые жабры вибрировали. Сама же капсула была заполнена морской водой, в которой были растворены специальные препараты. Трудно поверить, что когда-то они были людьми. Ученый кивнул. Да, и совсем недавно. Мы далеко продвинулись в наших исследованиях после инцидента, произошедшего в 1982 году. Вы о контакте? Да, удивительно, но подводная цивилизация молчала на протяжении пяти лет и только потом согласилась сотрудничать в необходимой нам сфере. Образы их ДНК. Они удивительны. Контр-адмирал знал, что ученый может честно сами рассуждать на пространные и вполне конкретные темы, особенно если они связаны с наукой и прорывными исследованиями. Об этом после. В каком процентном соотношении в существах присутствует инопланетный компонент? Ученый почесал затылок. Геном измененного в 82%. По сути, основные кариотипы заменены полностью. Мы не слишком углубляемся в мозг, понимаете? Но есть два момента, которые несколько настораживают меня. Какие? Но, во-первых, почему инопланетные представители молчали около пяти лет и только потом решились предоставить нам необходимые материалы? Вот почему они сразу же стали обучать нас в выращивании именно боевых существ, причем в контексте их генетической эволюции, которая, в принципе, ускорена за счет препаратов десятки тысяч раз? И, наконец, препарат, который они предоставляли нам, взаимодействует с чужеродным организмом практически сразу, проникая в молекулярную структуру. Вы понимаете, что будет? Что будет, если такой препарат случайно попадет в открытую среду? Мы даже не можем прогнозировать масштаб заражения. Изменения будут подвергнуты даже бактерии. Контр-адмирал слушал, но не сделал выводов. Ему был дан конкретный приказ курировать исследования по созданию живых гибридных боевых единиц, а все остальное, ну, по боку. Вы же говорили, что их организмы не выживают в атмосфере, бояться нечего. Ученый нажал на кнопку и стадис камеры начали медленно погружаться в воду бетонированного вольера. Пора было будить чудовище. В атмосфере-то да, а в океане, если что-то пойдет не так, мы можем потерять мировой океан для себя окончательно. Вместо привычной нам фауны его заселят гибриды. Понимаете? Это понимание начало надоедать Контр-адмиралу. Я обязательно изложу ваше соображение высшему командованию. Готовьте образцы к испытаниям. Ученый стал набирать коды на консоли. Готовилась стимуляция. Приведение в сознание, раскрытие стадис камеры и снятие фиксации. Затем управлять тварями можно было только с помощью имплантированных в мозг устройств. Господин Контр-адмирал, все готово. Выпускайте. Практически в это же самое время 12-летний мальчик и девочка медленно поднимались по горной тропе на границе Чечни и Дагестана. За ними шел их дедушка, который, несмотря на свой 90-летний возраст, передвигался намного быстрее и сноровистее. Не торопитесь, дети, спустимся на пригоре и передохнем. Мальчик, одетый в спортивный костюм, помогал своей сестре, близнецу. Вместе они дошли до низины, в конце тропы и решили передохнуть в журчащего ручья, несущегося между камней. Девочка опустила тканевую котомку на ровное место и стала разворачивать, укладывая на ткань овощи, куски домашнего сыра и хлеб. Дедушка, а помнишь в прошлый раз на этом месте ты рассказывал историю о горных великанах? Расскажи еще. Мне очень понравилась эта сказка. Дедушка улыбнулся. Это сейчас стало сказкой. Все великаны уже вымерли, а дед моего деда видел их, но не в горах, а в наше море. Лучше него никто не плавал в нашем роду. Великаны жили точно так же, как живем мы, но они вымерли или ушли к себе на небо, откуда явились. Субтитры сделал DimaTorzok